на ремонте вот такой бочковой перфоратор p30-11 на этой стороне написано сталь значит диагноз какой он работает тихо вращение есть но нет удара то есть в режиме удара ну практически не ощущается удар первое что нужно сделать это посмотреть все ли нормально тут с кривошипным механизмом и с поршнем сделать это можно открутил вот эту гайку пробку так скажем судя потому что здесь смазка кто-то снаружи кто-то уже и откручивал все в смазке много здесь смазки не должно быть но она но и и тут как видим поршень поршень там есть ничего не разбито он ходит зазора большого нет есть резиновое там колечко какому на состоянии сейчас трудно сказать все смазки значит с этой проблемой здесь все в порядке дальше еще должен стоять боёк поэтому думаю что эту часть мы разбирать не будем здесь проблем нету смотрите я переключаю вот это вращение без боя все порядке оно есть вот это вот сбора то есть механизм до сюда исправно поэтому ну что же будем откручивать начнем с того что открутим вот эту голову и посмотрим что здесь дальше здесь шестигранник достаем или шестигранники или или биту шестигранную и откручиваем сейчас будем откручивать откручиваем последний болт складываем коробку смотрим здесь есть какая-то какой-то нюанс не могу вытащить видимо придется откручивать вот эту пробку после того как открутил винт отсюда верхняя часть крышки переключателя снимается и откручиваем следующую часть два винта смотрим что мы можем здесь сделать эта часть вытаскивается и теперь я могу вытащить улицу значит тут просматриваем есть видно что резинка слабоватая на вот здесь на колечко резиновое на поршне ну и смотрим что здесь дальше пытаемся достать вот тот боёк возможно из-за того что резинка слабая боёк туда-сюда не втягивается не ходит это во ну и конечно по такому количеству смазки ему сложно толкать здесь не должно быть такое количество смазки в бойку все-таки должна быть свобода хода а вот при таком количестве ему надо выталкивать постоянно эту смазку тем более что она все равно не работает она здесь вот кусками лежит в не видите она на нашло какое-то место где она никому не мешает и лежит все равно ничего не смазывает и так как же достать вот тут поршень из цилиндра стукаем стучим об что-нибудь деревянное сам под тяжестью значит пробуем он вообще становится вот так вот место где он ударяется там в боёк переворачиваем и пробуем ну принципе здесь не не проскальзывает есть определенное уплотнение как держит уплотнение поршня сейчас посмотрим то есть этот работает нормально что с этим сейчас увидим протираю руки и что мы можем сделать берем поршень и я взял руками руками поршень и поднимаю его сюда вверх для того чтобы вывести из зацепления вот здесь вывел и вот он у меня в руках проверяю палец в нормальном состоянии все правда очень много смазки она не надо столько но сейчас у меня другая задача проверить не могу проверять все я протер немножко здесь и здесь и проверяю резинку в принципе более менее резинка держит уплотнение есть смотрим чем все закончится смотрим что там в середине значит смотрите есть там внутри еще одна деталь которая должна тоже ходить вот этим поршнем ударяется специальный такой боёк там внутри сейчас я посмотрю достает он до него или нет получается что когда мы вставляем это такая вот вот отсюда до сюда это деталь когда я вставляю сверло она сверлом немножко выталкивается то есть он там на прорезях на должен ходить часто бывает что он клинит в каком-то в крайнем положении и поршень даже пытается его достать но не достает потому что он ушел и уже сверло не может из-за качества деталей или из-за выработки но здесь новый перфоратор из-за выработки не может быть только из-за качества будем смотреть что сейчас двигается он или нет если снять эту накладку то его там пятачок видно куда упирается само сверло значит я вам сейчас попытаюсь описать идею смотрите у нас есть вращающаяся деталь которая без механической связи а просто создавая то давление это разряжение пытается контролировать вот эту часть уходит вакуумом затягивает к себе поршень надавливает и толкает туда воздухом видите тут даже нету контакта вот здесь так работает и вот когда его туда толкают он ударяется но суть в чем что он не должен ударяться в корпус иначе бы так то вы чувствовали что она сам корпус дребезжит а идея в том что корпус должен оставаться на месте он должен ударяться именно в сверло но не непосредственно в само сверло сверло заходит вот недалеко а этот шток вот до сюда доходит а вот такую переходную часть и уже вот этот боёк он туда-сюда должен ходить от удара ударять в сверло ну судя по тому что я попытался его что туда что сюда толкнуть он заклинил причем заклинил в том состоянии где его поршень не может достать утонул и по какой-то причине заклинил поэтому будем разбирать эту часть и доставать его смотреть что с ним разбирать будем просто вот здесь есть стопорное кольцо поддеваем отверткой снимаем стопорное кольцо и вот это шайба все наконечник он снимается и получаем доступ к механизму снимаем стопорное кольцо если у вас получится быстро то считайте что вы чемпион и все остальное будет легким пойду с обратной стороны чтобы это все вынесло вынялось сюда нужно здесь вот стоит пружина и на этой пружине ходит вот это шестер значит там тоже стопорное колечко думаю что его будет легко снять сначала вот это колечко сниму стопорное думаю что мне мне кажется что пойти с этой стороны будет легче я попытаюсь отсюда до него добраться сначала одну а потом нажимаете находите вот здесь разрез сейчас поддену и вытащу берем чтоб не закусила кусок кожи если вдруг с первого раза не получится ну и вообще оно такое немного острое вот так вот все я уже начал и потихонечку сейчас буду нажимать и вытаскивать кольцо сейчас продолжу вытащу потихоньку по кругу нажимаем и вытаскиваем зацепление зацепление здесь опа вроде бы все теперь уже должна выйти из зазора вышло все теперь колечко аккуратно вынимаем зацепилась сюда теперь можно и соответственно можем вынять направляющую здесь она такая здесь есть направляющие которые штифты которые тоже нужно снять и продолжим снял я кольцо не получалось долгое время если бы знал что будут такие проблемы часто этим занимался значит в конце концов все-таки снял и вот до него добрался но оказалось что зря оказалось этот поршень там все-таки этот боёк нормально там ходит я его могу толкнуть не знаю почему у меня в самом начале это не получилось честно говоря могу его туда протолкнуть туда-сюда ходит в него бить будет когда вы вставили сверло и еще и надавили но в любом случае вы увидели как все разобрать собираем сейчас в обратной последовательности причем я соберу и вот эту часть еще пока собирать не буду только вот эту заднюю и проверю что я сделаю сейчас полностью уберу смазку плотно и смажу какой-нибудь есть у меня например супер смазки такая вот такая так и называется супер смазка значит она должна быть достаточно жидкая для того чтобы поршню легко было ходить сначала я все вытащу оттуда что необходимо сделать при сборке назад не забудьте вот здесь вот шпонки поставить на место вот так вот это для того чтобы вот это шестерня заходила на шпонку но сейчас соберу смажу этой смазкой возьму сверло вставлю и попробую как работает я думаю что судя по вопросу потому что я увидел проблема в сильной смазки вот такая может быть проблема не забываем туда вставить поршень правильной стороной значит назад я одел этот приводной поршень и теперь собираем нужно попасть в зацепление вот таким образом единственный момент что еще нужно будет сюда вставить шток для того чтобы приводить в движение ну вот и вот этой стороной там где отметки здесь будет показывать все теперь закручиваем и можем испытывать что получилось при вращение но теперь мы уже будем испытывать на просто на другой смазки сейчас все покажу я буду пробовать в режиме молотка чтобы он не вращался я все таки поставлю вот эту штуку значит сюда и уставить и смотрите там вот в таком положении она стоит когда в таком когда отодвигает ведь вот этой штукой он толкает отодвигает шестерню поэтому пока поставим вот изначально ставим вот в таком положении чтобы сунуть вот она уперлась в этом положении будет тогда когда она показывает на вращение теперь ставим прикручиваем шайбу и потом когда уже вот и уже в этом положении вставляем и можем правильным образом и сможем оттянуть в эту сторону для того чтобы не было вращения чтобы я мог просто вставить сверло и почувствовать силу удара будет лебить или нет я не знаю сейчас можно это проверить если я туда чего-нибудь засуну судя по всему не достает итак снова я разобрал не помогло сейчас я определяюсь смотрю резинка в принципе в нормальном состоянии но я подмотал для того чтобы определиться в чем проблема возможно проблема в изношенной резинке я подмотал сюда фунт как временное решение для того чтобы просто определиться кто виноват ну и сейчас я назад ставлю снова собираю и попробую с улучшенной резинкой если начнет помогать если проблема решится ну значит проблема была в резинке и резинку нужно поменять ну можно пользоваться какое-то время но сейчас мы этот вопрос выясним тут когда я самом начале пробовал там не ходит резинка в начале он заходит плотно а потом туда дальше проходишь и там она уже не такая плотная свободно не так плотно сейчас попробую что будет с модернизированной резинкой ну что же пробую продолжу и покажу что сейчас смотрите удар есть сейчас покажу как это выглядит если посмотреть здесь я уперся в деревянную как слышите удар есть но я расскажу вам что я проделал значит как вы видели я попробовал вопрос со смазкой решить вопрос с колечком кольцо уплотнительное подмотал под один под второй это не помогло ну и все оказалось пока не подпишетесь не расскажу вам но это шутка значит ситуация оказалась все таки в этом байке хотя он и ходил вот в определенном промежутке но начал подклинивать и не выходил до конца то есть я мог все таки я не зря его не мог он то ходит то не ходит но более если я его подвигаю он выходит но не выходит на достаточное расстояние что необходимо было сделать и как полечилось я взял молоток и немного достукал до конца просто и немного достукал он провалился еще на 5 миллиметров то есть вот он и ходил но вот до конца 5 миллиметров не доставал значит возможно то часть смотрите он же бьет сюда и та часть которая ударяется немножко здесь развальцевалась и уже не не уходит туда значит это меняется тут нужно менять полностью все весь механизм вот такая ситуация поэтому пока он в нормальном состоянии я просто даст сделал несколько легких он сначала заходил вот столько а потом стал вот столько и все теперь отлично работает и так клинит баек он еще в нормальном состоянии не разбит менять его не будем потому что вообще инструмент как новый скорее всего он не очень из хорошего материала и вот от удара об сверло немного развальцовывается поэтому проблема в качестве материала пока все нормально если это будет происходить дальше и уже не будет помогать будем смотреть что можно сделать потому что ну во первых когда его сильно раз развальцует его наверное уже и не выбьешь из ствола но будем стараться во всяком случае это сделать но а так в принципе сейчас все в порядке поэтому мне принес друг которому я пообещал что посмотрю проблема решена нужно ли менять тот боёк вы сами уже принимаете решение но абсолютно новый инструмент прямо им никто не пользовался видите как но человек говорит что один или два раза там что-то сделали и все и после этого перестал работать поэтому повторяйте вы видите что можно было пойти обойтись без разборки просто проверить в чем вопрос не бьет дошел до упора подвигается или не подвигается если не подвигается попробовать постукать если уходит в сторону значит вопрос в нем попробовали и все и будет вам счастье подписывайтесь на канал странный ремонт я его назову увидимся на канале а